смотрите здесь до постройки микрорайона был небольшой сосновый борт и чтобы не пилить деревья они тупо просто оставили вокруг них сделали дорожку я иду в сторону стихийного автовокзала там таксисты стоят и маршрутки мне надо доехать до границы с россией ехать 34 часа и я пересеку границу а граница там до деревянка полчасика я думаю вот за 20 за 20 манат меня сейчас довезут до границы на этом прекрасном камрюхе люля 3 манат люля получается вот он один такой люляшка стоит 120 рублей 120-130 рублей пистолеты это что 4 4 минута это серьезно так дешево и вторник был бы я бы сейчас бы его сажал отвечает что интересно здесь роллтон стоит также как люля то есть ты можешь заварить себе роллтон поесть или поесть люля они тебе завернут его в лаваш там зелень и зелень и вот прямо перед тобой и сто пудов говорю что это сегодняшний мир сто пудов они сегодня его порезали подготовили и вот уже идет процесс готовки кабанина тоже есть 4 маната кабанина? убегает смысл я беру тебя тюга, тюга, трюк или убегает черный, ниси, 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 ниси дюк, ниси, ниси, ниси? ну оно еще нет, не другая, нет, нет санчай, нет санчай, нет санчай бальден Deltaids вот это шашлык получается три шампура один шампур люля я взял и два каре каре ягненка и всего 500 рублей в любом ресторане я такой никогда не смогу заказать потому что это наслежащий и будет стоить четыре раза дороже мы около двух часов стояли ждали за то что сухопутная граница между азербайджаном россии закрыта закрыта со стороны азербайджана я могу выехать гражданин россии могу выехать из-за азербайджана но азербайджанцы могут выехать с той стороны за этому часа полтора ждали никого не было мужик мне говорит 40 манат дай да я поедем а то ждем и никого нету так договорились на 20 манат получается я один с ним еду ехать около 4 часов 200 километров 40 манат 1700 1800 рублей то есть очень дешево и я ему рассказал историю из моей жизни с детства мы в 92 году были с отцом ехали в баку я спал меня разбудили и мне дали пахлаву кубинская пахлава красная я им говорю это пахлава у меня запомнилась на всю мою жизнь он говорит я тебя отвезу кубу возьмешь пахлаву и потом до границы я говорю это далеко он говорит ничего страшного я тебя отвезу привезу так что я покушал пахлаву и вам покажу она просто изумительная надеюсь она такая вкусная как я ее помню вот они здесь готовят там готовят это губа губа этот 3 по 3 или 4 по размеру город и удивительно что здесь российских машин намного больше чем даже у нас где-нибудь провинции ай чоксал чоксал килограмма 2 наверно 3 пахлавы тяжелый пакет я за тысячи триста пятьдесят рублей я наверно килограмма 3 4 может 5 пахлавы кайф я замерз мне так холодно набит уже бурак до красные слова да и второе название у этого поселка поселок миллиардеров потому что очень много выходцев из этого поселка из этой слободы которые стали стали миллиардерами это фут сити и садовод и так далее и тому даже европейский торговый центр им принадлежит машина суда не не проезжает перекрыта дорогах но можно пешком пройти и очень часто здесь можно увидеть флаг азербайджана и турции даже на государственных каких-нибудь предприятиях организациях зданиях муниципальных флаг азербайджана и турции вот он зарах это вот дом того самого миллиардера дальше идти не будут вашими очень холодно я в термин приеду обязательно в баню русская баня воздух просто чистый воздух природа тишина ты слышишь только реку в губе 5 мечетей и без синагоги живут все мирно евреи лизгин азербайджанцы в азербайджане даже есть молока не это малочисленный народ они старообраз обрядцы по моему то есть русские которые сохранились тех самых времен со времен советский союз когда образовался они по моему приехали не знаю точно вот я с другой стороны заехал к этому село вот этот дом года не самого тоже его партнер по бизнесу и это тоже как красная слабада и когда он строил вот этот замок он всем своим соседям у которого выкупал участки дал где они захотели кто в сша захотел ему в сша купили жилье кто в москве ему маски кто в боку и так он всех расселил и построил себе такой дворец вот она как сейчас буду проходить паспортный контроль границу замерз пока с ребятами разговаривал один увидел что я уже все верну давай давай паспорт я проверю пойдешь не положил но чё поделать минут 15 разговаривали чё-то в индии потерял говорит таиланд красивый говорит у меня спрашивают а где ты в гербенте живешь на магале ягод не родился там чуть ниже осведомленные чё здесь граница все я прошел азербайджанскую сторону и я сейчас уже я сейчас на родину я иду на родину у меня эйфория кайф просто неописуемый кайф что может быть слаще родины ничего не понимаю людей которые уезжают навсегда и не хотят вернуться наверное вы свою родину не так любите или у вас родины другая все до свидания азербайджан где дом а как не идти дальше а вот так он говорит вот так идти по грязи азербайджан меня провел непонятно куда сейчас а я должен реку пересечь вот она река которая разделяет россию и азербайджан самур самур какой поток какая мощь этого мне гуанские собаки из настоящие же дагестанские собаки опасные ищите сволочь иди отсюда ну давай нормально пройти ну зачем зачем ты лаешь вот начинается да наша криворукость не пройти не проехать и как мне туда пройти там вот закрыто и там закрыто открыли мне ребята ворота русские были пограничники и иду дальше дом 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 они у меня спрашивают а куда ты идешь домой куда я могу с таким багажом идти только домой такой жесткий допрос даже в израиле мне не было и куда мне дальше идти долго спрашивают чего как куда зачем и положено значит так вот он дагестан вот он дербент вот он мой дом вот вот он пассаж вот она там крепость тебя сейчас вам покажу мой двор ай аллах какой я счастливый просто вы себе не представляете вот он мой двор вот он мой двор общий двор так а я не помню круче у меня есть одна выленица вот она моя пластель незаправленная не уехал и даже незаправленная вот такой я хозяйственный человек вот она моя комната моя картина моя картина моя картина дома лучше Iran все я дома